Так, друзья мои, всем привет! Нахожусь на новом объекте и сейчас хотел бы дать небольшую рекомендацию для заказчиков, которые не знают, в какое время, когда заказывать тот или иной материал на объект. У нас есть чистовые материалы, у нас есть черновые материалы, есть материалы промежуточные. К чистовым материалам относятся обои, напольное покрытие, двери, всевозможная сантехника, кондиционеры, ну, в общем, все то, что мы видим после ремонта. Черновые материалы, это те материалы, которые мы используем во время ремонта и которых мы не видим после завершения работ. То есть это штукатурные смеси, это у нас трубы, провода, все то, что можно будет спрятать и скрыть. И промежуточные материалы, это у нас, допустим, укрытые материалы, которые мы используем во время ремонтных работ, потом их убираем. Вот эти материалы нам тоже нужны для работы. Итак, в какое время нам нужно завозить тот или иной материал, то есть чистовой, черновой, промежуточный. Начнем с черновых материалов. Черновые материалы, так как имеют большой иногда объем, их нужно использовать на объекте по мере их необходимости. То есть, если, допустим, у нас идет объект и здесь нужно делать, допустим, стяжку. Естественно, когда мы делаем стяжку, нам кроме вот этой самой смеси и дополнительных материалов, теплитель, сеточка, трубы, которые должны располагаться под стяжкой, нам не нужны на объекте. Все, что может впитывать влагу, тоже нам здесь не нужно. Поэтому черновые материалы для стяжки мы завозим в первую очередь. После у нас идет штукатурные работы. Ну, в принципе, может быть и штукатурные работы, а потом стяжка. Но это уже как на усмотрение заказчика, что будет проходить, какие виды работ будут проходить раньше. Точнее, не на усмотрение заказчика, а на усмотрение мастера. Штукатурка на объект приходит именно тогда, когда она здесь нужна. Складировать большие объемы материала на объекте нет смысла. Потому что может повредиться материал, может промокнуть, может с ним случиться все, что угодно. Или, допустим, он будет мешать, его нужно будет перемещать вместо на место. Это тоже крайне неудобно. Поэтому складировать их на объекте не стоит. Объект это не склад. Объект это место, где мы проводим ремонтные работы. После того, как мы завершаем вот эти черновые работы, это именно стяжка, стены, мы приступаем к работе возведения перегородок, монтаж электропроводки, также монтаж трубопровода. Это коммуникации, допустим, которые нам нужны. Ну и всевозможные такие вот моменты, когда уже нужно их делать, когда стены уже есть. В момент, когда нам нужно уже возводить перегородки, нам, естественно, нужен материал для перегородок. Это у нас может быть гипсокартон с профилями, либо позагребень, либо газоблок, либо любой другой материал, из которого вы будете возводить перегородки. То есть в этот момент вам их нужно будет завозить на объект в том количестве, в котором вам нужно. Можно завести чуть больше, можно довести чуть меньше, чтобы потом докупить. Но я рекомендую всегда взять больше, чтобы немножко осталось. Это вы можете потом сдать обратно, можете отдать кому-нибудь, тому, кто у вас по соседству тоже делает ремонт. Мы приступаем к финишной облицовке. То есть мы придаем стенам блеск. Это мы делаем с помощью шпаклевки. Мы укладываем плитку на стены, либо керамогранит. Укладываем напольное покрытие. Все это мы делаем только в тот момент, когда это нужно. То есть этап нам нарушать нельзя. Не нужно сначала уложить на пол напольное покрытие в виде ламината, кварцвинила, линолеума. А потом уже заниматься стенами, шпаклевкой, маляркой, покраской. Потому что во время вот этих работ наше напольное покрытие может прийти в негодность. Маляры не всегда следят за тем, чтобы было чисто на полу. Им важно, чтобы было чисто на стенах. Поэтому напольное покрытие может вот так зафаршмачиться, что вы потом его просто снимете, выкинете. Даже если вы будете укрывать это промежуточным материалом в виде пленки, возможно, все-таки какая-то часть напольного покрытия может повредиться. Поэтому я не рекомендую делать напольное покрытие до завершения всех малярных работ. Также с санузлами. Малярные работы рекомендую сделать все-таки до санузлов, потому что малярка, она тоже пыльная работа, грязная работа. И после завершения иногда санузел приходит в такое состояние, что прямо мама не горюй, плакать хочется. Санузел. Многие считают, что это грязная пыльная работа. Да, это возможно так. Но многие мастера все-таки делают ее чисто, потому что используют во время работы пылесос, все возможные средства защиты для того, чтобы предотвратить распространение пыли по объекту. Вот такое вот сложилось, конечно, ощущение, да, то, что многие мастера специально делают эту грязную работу, очень грязной, для того, чтобы показать, что насколько все-таки вредный этот труд, насколько он тяжелый. На самом деле он не такой и вредный, если правильно можешь подойти к делу. Нужно правильно подходить, использовать нужный необходимый материал, инструмент, и у вас все будет хорошо и отлично. По поводу дверей. Если у вас на объекте влажно, двери могут отсыреть, или вы хранили их неправильно, двери могут прогнуться. Поэтому рекомендую заказывать именно в то время, когда это действительно надо, то есть непосредственно перед самым монтажом. Вот. Ну, за две недели, допустим, до их монтажа вы можете их заказать, потому что, я думаю, они всегда есть в наличии, ну, кроме, естественно, заказанных позиций. Есть заказанная позиция, вы можете позаботиться об этом заранее, заказать, и там уже смотрите сами на ваше усмотрение, где вы будете их хранить. У меня была такая ситуация, когда на объект пришли замерщики дверей, они замерили двери, и буквально через две недели звонит заказчик и говорит, что замерщики изготовили двери, нужно эти двери привезти. А на объекте еще конь не валялся, то есть до дверей там еще даже и не доходило дело, напольного покрытия даже не был, он не был куплен. Стены тоже были еще в неподготовленном состоянии, в общем, работы еще много было, но двери уже хотели привезти. Хотя я клиенту сам сказал, что не стоит пока заказывать замерщиков, потому что замерщики от момента замера и до поставки его на объект всегда проходят какое-то время. И всегда они хотят быстрее избавиться от дверей, потому что это идет продажа. Продали дверь, ее нужно отдать клиенту, пока эта дверь где-то там на складе не пришла в негодность. А там то, что будет уже на объекте, это уже будет на объекте. Поэтому не стоит торопиться с покупкой дверей. Еще момент по натяжным потолкам, то есть по потолочной системе. На одном объекте, когда мы производили ремонтные работы, тоже заказчик заказал замер, и через неделю звонит уже клиент и говорит, что замерщики готовы приступить к монтажу. Точнее монтажники готовы приступить к монтажу. Хотя на тот момент на объекте даже перегородки не были возведены. То есть, каким образом монтажники хотели монтировать потолки, когда гипсокартонный перегородок вообще отсутствует. Я заказчику так и сказал. Не могут они монтировать потолок, так как нет у нас стен. Вот появятся стены, будет малярка, после вы можете приходить с потолками. Если вот этого всего нет, то потолками вообще даже не стоит пока заморачиваться, потому что потолки это тоже пылесборный. Пока на объекте пыльно, потолок будет притягивать эту пыль к себе. Потом вы замучаетесь ее мыть. В общем, не стоит этим заниматься, поочередность это должна быть. То есть, конкретно какая поочередность должна быть, я составлю список, который оставлю в описании. То есть, поочередность работ, которые должны производиться на объекте, чтобы у вас не было никаких проблем по итогу. Ну и а что раньше нужно? Клеить обои или устанавливать двери? Стелить линолеум или устанавливать двери? Как вы думаете? Да. Лучше постелить линолеум, поклеить обои и только после этого заниматься монтажом дверей. Хотя монтажники дверей иногда так пылят, что все обои, которые в комнате, могут просто прийти в негодность. Но для этого есть специальная система защиты стен. Это пленка. Вы пленочку клеите по периметру в комнате, прямо до потолка. Желательно в этот момент, конечно, потолков, чтобы не было. Клеите пленку и в этой комнате мастер может заниматься монтажом и распилом своих дверей. После монтажа пленочка снимается, выбрасывается, все у вас чисто и аккуратно. Вот такие небольшие советы, которые я дал по тем самым вопросам, которые мне очень часто задают заказчики, когда, в какой момент нужно заказывать тот или иной материал. Если вопросов будут и у вас их будет много, вы можете их писать в комментариях, оставлять или писать на любом аккаунте, который указан будет ниже. Мы с вами можем их обсудить по переписке, либо при личной встрече, если такая возможность будет. Все. На этом у нас все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео для вас было полезно. Если да, то пальчик вверх. Ну и подписка на канал приветствуется. Обязательно. Все. Всем спасибо. С вами был, как всегда, Леон Агарипов на канале Перестройка 116. Всем пока.